Приветствую, уважаемые трейдеры. С вами я, Мария Кухта, и вы смотрите рубрику «Пульс рынка» с Марией Кухтой. Свежие торговые идеи для вас на предстоящую неделю, а также разбор предыдущих публичных торговых рекомендаций и покажу, какие торговые идеи дополнительно получали подписчики в моем закрытом телеграм-канале «Вип Мария Кухта» на прошлой неделе. Все это сегодня вы увидите в обзоре. Ребят, я напомню, что данный обзор выйдет на моем YouTube-канале Мария Кухта Трейдер сегодня, в воскресенье 6 августа, и на YouTube-канале компания Markets продублируется завтра, в понедельник, 7 августа. Ну что ж, давайте начинать и начнем с первого блока сегодняшнего обзора, свежие торговые рекомендации для вас. Друзья, я предлагаю продолжать торговать на укрепление индекса доллара, на укрепление американского доллара по отношению к другим валютам, и сегодня в торговых рекомендациях вы увидите несколько инструментов из валютного рынка, и первый из этих инструментов, с которого мы с вами начнем, это индекс доллара. По индексу доллара предлагаю дальше продолжать работать на укрепление, я еще на прошлой торговой неделе публично рекомендовала вам лонговать дикси, все это посмотрим с вами и разберем во втором блоке сегодняшнего обзора, но как торговая рекомендация это продолжение роста индекса доллара. Предлагаю обратить внимание на откатную дневочку, минимум пятница прошлой торговой недели, 101,7 ценовой уровень поддержки, это сейчас у нас минимум коррекции на локальном восходящем тренде, локальная лонговая тенденция, которая образовалась за последние три торговых недели по дикси, довольно уверенная тенденция, она себя подтверждает дальше, поэтому предлагаю дальше работать в лонг по индексу доллара от поддержки 101,7 с целью на пробитие предыдущих локальных максимумов 102,8 и выше. Тренд пока в силе, быки пока уверенно удерживают свою позицию по данному инструменту, несмотря на то, что тенденция у нас среднесрочная, нисходящая, все-таки учитывая характер локального движения по индексу доллара за последние три торговых недели, учитывая характер текущей ситуации локальной, я все-таки считаю, что у нас рост еще не закончен, и мы увидим продолжение лонговой тенденции и новые локальные максимумы по данному инструменту. Поэтому либо с текущих, либо еще какой-то локальный у нас будет до набора торговой позиции, почему? Потому что все-таки еще находимся на этапе коррекции, коррекцию желательно перекрывать, но тем не менее, тем не менее, я считаю, что точка входа у нас уже будет более-менее видна в ближайшие дни, точка входа имею в виду для открытия последующих сделочек по индексу доллара на покупку. Поэтому в моем закрытом канале, вид Мария Кухта, подписчики обязательно будут получать сигналы, если я увижу хорошие точки входа по индексу доллара, да и по другим инструментам, как из валютного рынка, так и по другим рынкам, по которым я буду видеть хорошие паттерны, хорошие формации, и у нас будут подтверждаться эти формации наличием локальных точек входа. Итак, направление по индексу доллара лонговые, поддержку озвучила, свое мнение озвучила, я считаю, что у нас еще рост не закончен, поэтому продолжайте торговать на покупочку индекса доллара. Если вы открывали покупки по моей предыдущей публичной рекомендации, замечательно, вы уже могли отлично заработать на прошлой торговой неделе, и сейчас дальше продолжается работать в этом же направлении, потому что индекс доллара у нас дальше смотрится наверх. Ребят, следующая торговая идея для вас из валютного рынка – это евро-доллар. Продолжаю рассмотреть. Евро-доллар на снижение. Евро-доллар у нас пока никаких предпосылок для отмены шартового сценария. Нет, я напомню, что еще ранее на прошлой торговой неделе я вам рекомендовала шартить евро. Разберем эту публичную идею на продажу во втором блоке сегодняшнего обзора. Что сейчас по евро, что сейчас актуального и на что можно сейчас обратить внимание по валютной паре евро-доллар на текущий момент. Защитные движения тоже, шартовые движения, которые довольно уверенно удерживаются последние три торговых недели по данному инструменту. Наличие откатного уровня сопротивления 1.10.40. Максимум коррекции на вот этом локальном шартовом движении. То есть максимум коррекции после последнего импульсного падения сопротивления 1.10.40 – это тот ценовой уровень, на который мы сейчас с вами обращаем внимание по валютной паре евро-доллар. И от этой зоны, от этой ценовой отметки я рекомендую продолжать работать на продажу по евро. Почему шарты? Потому что нет у нас еще отмены шартового сценария. То движение, которое мы с вами увидели в пятницу, 4 августа, то движение наверх, я считаю, что это вынос, вынос локальных стопов, до набор торговой позиции в рамках локальной формации шартовой. И таким образом евро просто-напросто до набирает торговую позицию для дальнейшего падения. Поэтому озвучила свое мнение. По евро-доллару это продажи 1.10.40 – 1.10.45. Ценовая зона сопротивления, от которой рекомендую открывать шарты по евро. Перспектива для падения – это пробитие минимумов, которые у нас образовались на прошлой торговой неделе, в районе 1.09.20 и ниже, потому что евро-доллар сейчас в нисходящей тенденции, в сторону этой тенденции. Предлагаю продолжать торговать данную валютную пару. Так, ребят, и еще одна торговая идея для вас. Актуальная торговая идея, на которую хочу обратить ваше внимание, это фондовый индекс NASDAQ. Что у нас сейчас интересного по NASDAQ? Ну, на самом деле, NASDAQ у нас формирует дальнейшие шарты. И я сейчас объясню, почему. Потому что текущая картина, текущий сценарий у нас подтверждает и формирует дальнейшие шартовые направления по данному инструменту. У нас присутствуют потенциально защитные шартовые движения, первый элемент торгового паттерна, коррекция, которую мы перекрыли. На этапе перекрытия мы уже видим, что действительно вот этот рост – это была коррекция, а не локальный восходящий паттерн. Ну, еще на прошлой торговой неделе в закрытом канале я рекомендовала покупать NASDAQ. Мы здесь часть позиции зафиксировали. Оставшаяся часть позиции у нас закрыта по безубытку. Чуть позже покажу этот момент. Торговый сигнал также покажу. Все это вы увидите. Так, и дальше NASDAQ у нас, как я уже сказала, показал шартовые перекрытия. Шартовые перекрытия, на этапе которого мы с вами смогли увидеть, что предыдущие движения наверх – это коррекция. Это коррекция в рамках потенциально защитного шартового импульса, который произошел у нас по NASDAQ 20 июля. Поэтому, ребят, шартовый паттерн есть. После перекрытия у нас еще есть две консолидационные дневочки. И это максимум коррекции 15457 ценовая зона, на которую обращаем внимание сейчас, потому что она сейчас для нас актуальна. И от нее, от этой ценовой зоны можно дальше работать на продажу по данному фондовому индексу. Поэтому NASDAQ – шартовая формация. Шартовая формация, которая образовалась за последние две торговых недели. На текущий момент мы видим, что действительно произошла у нас шартовая такая локальная комбинация, которая дает возможность прогнозировать дальнейшие продажи. Возможно, коррекционные. Почему коррекционные? Потому что все-таки еще у нас тренд в силе, восходящий тренд, я имею в виду по данному фондовому индексу. Но в то же время есть предпосылки считать, что затянется у нас снижение по NASDAQ. Возможно, будем с вами видеть уже формирование какой-то локальной шартовой тенденции. Но в любом случае, если это произойдет, если будет подтверждаться дальнейшее шартовое направление, я буду информировать об этом своих подписчиков в закрытом канале. То есть будем искать сейчас ситуацию для захода на продажу. Если будет хорошая точка входа в шорт, обязательно буду давать торговый сигнал в закрытом своем телеграм-канале ВИП-Мария Кухта. Сейчас публичнее я вам озвучиваю направление по инструменту, уровень, на который обращаем внимание. Будет хорошая точка входа. Замечательно, можете работать на снижение. Снижение. Цели для снижения я озвучила. То есть либо краткосрочные какие-то коррекционные продажи, либо у нас будет формироваться более длительная среднесрочная шартовая тенденция. Но уже по факту буду смотреть. То есть я не собираюсь сейчас угадывать перспективу падения, потому что у нас в любой момент коррекция может закончиться. Нарисоваться самодостаточный паттерн в обратную сторону, то есть наверх, и тогда будем покупать. Но в любом случае, как я анализирую рынок, я использую, ребята, динамичность анализа, динамичность трейдинга, динамичность в анализе. Это значит, что исходя из той информации, которую я получаю от рынка, исходя из той информации, которая мне показывает график, я получаю сигналы о дальнейшем как направлении по тому или иному инструменту, так и о дальнейших точках входа. Поэтому по NASDAQ сейчас шорты, как я уже сказала, сопротивление 15-462 ценовая зона, максимум четверга, пятница у нас тест этой ценовой зоны и давление вниз локальное. Поэтому направление шортовое ниже этого ценового уровня будем работать на продажу. Даже если уходим локально еще выше наверх, то есть на более глубокую коррекцию, отмены шортового сценария нет, потому что в рамках перекрытия рынок еще может добирать торговую позицию. Все это я рассказываю на индивидуальных курсах обучения, мои ученики понимают, о чем я говорю и четко знают, когда у нас формируются точки входа, когда у нас рынок уже готов двигаться, и только тогда мы будем открывать торговые сделки. Так, торговые идеи на предстоящей торговой неделе вы получили, то есть мы с вами акцентируем внимание на валютный рынок, это индекс доллара и валютная пара евро-доллар, а также на фондовый индекс NASDAQ 100. Интересные моменты по этим инструментам у нас на текущий момент образовались, и можем все это использовать как в своем анализе, так и в своей торговле. Будут, ребят, будут какие-то хорошие точки входа, будут какие-то хорошие заходы, я обязательно буду давать торговый сигнал в закрытом канале ВИП Мария Кухта, поэтому кому интересно, кому интересно, подписывайтесь, и будете всегда получать актуальные торговые сигналы, торговую аналитику, торговые рекомендации с сопровождением, с четким ценовым уровнем стоп-лосса. То есть все эти моменты, все эти моменты в закрытом моем телеграм-канале ВИП Мария Кухта получают подписчики, и не только, потому что я также анализирую другие инструменты, то есть если есть какие-то у нас интересные картинки, интересные ситуации по рынкам, я все это в виде графического формата, я все это кидаю в свой закрытый телеграм-канал ВИП Мария Кухта, и таким образом ребята могут использовать мои рекомендации как в своей торговле, так и в своем анализе для своего сопровождения торговых позиций, в которых они уже сидят, и таким образом зарабатывать в трейдинге. Так, ну что ж, давайте теперь переходить к второму блоку сегодняшнего обзора, а второй блок у нас это, ребят, предыдущие торговые рекомендации, публичные, которые вы получали от меня в прошлую субботу. Давайте посмотрим и это видео. Значит, видео вышло на моем ютуб-канале Мария Кухта Трейдер, вот посмотрите, 7 дней назад, это торговые идеи Dixie, евро, фунт, Nikkei и Nasdaq. Последнее мое видео, в котором я публично рекомендовала работать на рост индекса доллара, на укрепление американского доллара по отношению к евро и по отношению к фунту. И эти торговые идеи вы могли использовать в своей торговле и на этом отлично заработать. Почему заработать? Да потому что у нас фактически всю прошлую торговую неделю инструменты показывали укрепление американского доллара по отношению к другим валютам. Поэтому отличный рост, закономерный рост, который я спрогнозировала, исходя из моей авторской торговой стратегии защиты трейдинг, ребят, все по торговым формациям, все по торговым паттернам. То есть есть торговый паттерн, тогда я вам рекомендую торговать. Другой вопрос, вопрос точек входа. Точки входа в моем закрытом канале, друзья, почему? Потому что еще нужно посмотреть, как, возможно, в понедельник, вторник рынок там будет каким-то образом еще добирать торговую позицию. Какая у нас формируется локальная ситуация на более мелком таймфрейме. Для этого я использую очень часто часовой таймфрейм. Как у нас будут закрываться дневки? То есть на все эти моменты я обращаю внимание и уже выбираю те точки входа, которые, на мой взгляд, максимально защищены, максимально подтвержены рынком и таким образом в закрытом канале рекомендую открывать те или иные сделки, торговать те или иные инструменты. Ну что ж, давайте по порядку. Прошлые торговые идеи, валютный рынок и индекс доллара. Посмотрите, значит, пятница 28 июля, как у нас закрылась. И я рекомендовала публично, не постфактум. Исходя из моей торговой стратегии защитный трейдинг по торговой формации, которая у нас на тот момент сформировалась по индексу доллара. Все эти моменты, ребят, я рассказываю на индивидуальных курсах обучения. Удержание, откатная поддержка 101.3, о которой я говорила, то есть минимум пятница. Все это сигнализировало о том, что можно покупать Дикси. Что я, в принципе, вами посоветовала. И уже с понедельника, смотрите, понедельник у нас открывается. Чуть-чуть локальная такая небольшая коррекция, но понедельник отлично закрылся с поджателем наверх. Вторник очередной локальный максимум. Немножечко задавили дневочку вторника, но тем не менее поджателем наверх сохранялось. И среда, посмотрите, шикарная отработка индекса доллара на покупку. Как я и прогнозировала, рост себя очень хорошо отработал. Покупки себя очень хорошо отработали. То есть вы могли заработать на покупке по Дикси как локальный интердей, так и поддержав эту торговую позицию несколько дней, потому что еще очередной новый максимум по Дикси мы с вами увидели в четверг, 3 августа. И посмотрите, как отлично отработалась торговая, публичная идея на покупку по индексу доллара. Так, ребят, индекс доллара у нас отличный профит. Евро – это следующая торговая рекомендация, которая была у меня для вас на прошлых выходных. Давайте смотреть. Значит, евро-доллар пятница 28 июля у нас закрывается. Внутренний дневочкой, о чем я вам сказала публично. Максимум пятница район 1,1041,1050, ценовая зона сопротивления, от которой я вам рекомендовала шортить валютную пару евро-доллар. Здесь тоже у нас была неплохая локальная информация по евро, о чем я вас проинформировала и, в принципе, о чем я вам сказала публично. И шорты по евро, посмотрите, как себя отработали. Фактически всю прошлую неделю, не считая пятницы, у нас евро падало. Уже начиная с понедельника. В понедельник немножечко еще оттестировали ту ценовую зону, о которой я говорила на обзоре. И падение закономерное мы с вами увидели по евро-доллару вплоть до четверга 3 августа. Пятница, как я уже сказала, сегодня в первом блоке сегодняшнего обзора. И это откатная внутренняя дневка. Откатная дневка, которая пока не влияет на ситуацию по евро. Откатная дневка, которая подтверждает дальнейшие шорты. Которая всего лишь навсего сигнализирует о том, что инструмент еще был не готов дальше двигаться в шорт и добрал торговую позицию. То есть сейчас евро на этапе до набора торговой позиции, но в рамках шортовой формации. У нас тоже потенциально защитные шортовые движения присутствуют. Та же откатная зона сопротивления 1.10.45, на которую у нас была реакция в пятницу на прошлое торговой недели 4 августа. Поэтому все предпосылки для продолжения снижения по валютной паре евро-доллар у нас присутствуют. Как я уже сказала в первом блоке сегодняшнего обзора. Цель для падения это обновление предыдущих локальных минимумов и ниже. Поэтому евро шикарная отработка продаж. Если вы воспользовались моей публичной рекомендацией, ребят, замечательно, вы уже могли заработать на продаже по евро. Больше торговых идей в моем закрытом канале. В закрытом канале мы также покупали валютную пару USDCAD. О чем я вам покажу в третьем блоке сегодняшнего обзора. То есть я вам покажу еще те торговые идеи, которые в закрытом канале, прошу прощения, получали от меня подписчики. И покажу еще, какие сигналы торговые я давала. То есть я, как правило, показываю в конце своего обзора, показываю свой закрытый вип-канал, показываю свою работу в вип-канале. Кому интересно, кому импонирует мое мнение, кому импонирует мой анализ рынка, мой подход, вернее, к анализу рынка, вы можете подписаться на мой закрытый телеграм-канал Вип-Мария Кухта для оформления подписки. Пишите мне в личку в телеграме. Все мои контакты есть под видео об этом, ребят, кому интересно. Пишите в личку и всю информацию предоставлю в индивидуальном формате. Так, значит, евро-доллар у нас отлично шорта отработал. Публично торговая рекомендация в шорт. Еще раз, эту рекомендацию вы от меня получили в прошлом видео, которое вышло на прошлых выходных. Торговые идеи, дикси, евро, фунт, никеи, иностак. Так, и давайте фунт посмотрим. Ребят, из валютного рынка фунт-доллар. Еще одна торговая идея на продажу. Публичная. На прошлых выходных. Значит, смотрите. Пятница, 28 июля у нас закрывается. На выходных записываю обзор, в котором рекомендую шортить фунт. Тоже у нас здесь был шортовый паттерн. Но такой у нас крупный шортовый паттерн, потому что потенциально защитное движение довольно амплитудное получилось. Но, тем не менее, подтвердилось это движение в виде коррекции с перекрытием, со своим локальным подтверждением. Эта ситуация, это один из моих шортовых паттернов, на которые я обращаю внимание. И которые я, значит, рассказываю на курсах обучения по своей авторской торговой стратегии защиты на трейдинге. Индивидуальные курсы обучения. Ребят, кому интересно, пишите мне в личку. Так, что сделал фунт? Посмотрите. Понедельник открывается. Немножечко попытались уйти наверх, но даже не смогли оттестировать максимум пятниц откатный уровень в районе 1,2885. Не пустили дальше медведи цену наверх. То есть задавили вниз. Понедельник. И вот, пожалуйста, вторник, среда, четверг. Посмотрите, что сделала валютная пара фунт-доллар. Отличный шорт. Мы уже себя замечательно отработали. Если вы интердей торговали, если вы торговали, удерживали продажи несколько дневок, неважно, потому что все-таки в любом случае вы в профите, в любом случае вы в отличном плюсе по фунту. Если воспользовались мои публичные торговые рекомендации на продажу, вы уже могли хорошо заработать на падении по данному инструменту, по данной валютной паре. Дальше, смотрите, у нас пока никакого сценария для дальнейшего роста у нас пока нет. Сценарий у нас продолжается быть шортовым по фунт-доллару. Поэтому, если вы шортили фунт по моей публичной рекомендации, вы можете часть позиций фиксировать, стоп-лосс переводить в безубыток и ожидать дальнейшее падение, потому что фунт-доллар у нас продолжается смотреться на снижение с перспективой на обновление минимумов, которые у нас были в четверг на прошлой торговой неделе 3 августа. И, возможно, ниже, потому что в сторону локальной шортовой тенденции продолжает смотреться валютная пара фунт-доллар. Так, ребят, еще давайте посмотрим Nikkei и Nasdaq. Я вам рекомендовала торговать на продолжение роста, но хочу отметить один момент, что в закрытом канале подписчики получили торговую рекомендацию на покупку Nikkei и на покупку индекса Nasdaq. Еще гораздо ранее, то есть где была торговая формация, там и получили торговый сигнал подписчики. Давайте посмотрим этот сигнал. Значит, по Nikkei и по Nasdaq. Посмотрите, сигнал Nikkei, где я рекомендовала открывать покупку. Здесь была лонговая формация, видите, у нас уже локальный вынос был. Торговый сигнал на покупку в закрытом канале, и мы зафиксировали потом чуть позже часть позиции на покупочку. Я уже в третьем блоке, а когда покажу свою работу в закрытом канале, я уже все это, все эти моменты покажу. То есть где я фиксировала часть позиции. Вот Nikkei, видите, значит, фиксация 30% позиции. То есть если публично я рекомендовала открывать лонги уже на выходных. Почему? Потому что на выходных я записываю обзоры на следующую торговую неделю для вас, да, публичные. То в закрытом канале ребята получили мне покупочку еще в пятницу, и мы уже в понедельник фактически фиксировали прибыль. Вот фиксируем 30% позиции на покупку, стоп, переводим без убыток. Поэтому уже в понедельник произошла фиксация прибыли на покупочку Nikkei. Ребята в закрытом канале у меня уже зарабатывали на этом тату, но публично, публично чуть позже я вам дала торговую рекомендацию. Поэтому, ребят, если вы желаете получать торговые сигналы по хорошим ценам, по более привлекательным ценам, вы можете подписаться ко мне на мой закрытый телеграм-канал «Видмария Кухта» и всегда получать актуальные торговые сигналы, актуальную торговую аналитику тогда, когда есть соответствующая формация. Вот есть формация, вот тогда я и рекомендую в закрытом канале торговать тот или иной инструмент. Не позже, не ранее, да, когда у нас есть сформированная картинка, подтвержденная картинка, которая позволяет работать с тем или иным инструментом, таким образом формируется торговый сигнал, и таким образом эту информацию получают от меня мои подписчики моего закрытого канала «Видмария Кухта». Так, и это касательно Nikkei. Что сейчас? Сейчас, ребят, у нас произошла отмена уже с лонгового сценария, то есть локально мы себя отработали, импульсы вниз, которые сейчас являются для нас потенциально возможными движениями для дальнейших продаж, импульсными защитными движениями, имею в виду. Если эти импульсы будут подтверждаться, дальше будем шортить данный инструмент. Но в любом случае нужно ждать сформирования каких-то торговых формаций свежих для того, чтобы дальше открывать сделочки по данному инструменту. То есть пока Nikkei вне рынка ничего интересного здесь не вижу. Так, и давайте еще NASDAQ посмотрим. Ну, по NASDAQ у нас та же ситуация, что и по Nikkei, да, в закрытом канале. Еще в пятницу я рекомендовала 28 июля покупать данный инструмент. Здесь мы в конце пятницы зафиксировали 50% позиции на покупочку в закрытом канале. Почему? Потому что перед выходными у нас неплохо. Вот, пожалуйста, NASDAQ, видите, 28 июля, пятница. Да, лонг с текущих выше откатного уровня поддержки. Покупка здесь была подтвержденная, сформированная. В принципе, я прогнозировала перехай по NASDAQ. Но, как я уже сказала, нужно динамично смотреть на рынок, динамично смотреть на график. Использовать динамичный анализ рынка. Почему? Потому что в любой момент может ситуация поменяться. Вот как сейчас, да, мы не будем упираться в какие-то лонги. По NASDAQ, как и по Nikkei, я оставшиеся части позиции закрыла по безубытку в закрытом канале. У меня выход по безубытку, да, но, тем не менее, уже на покупке локально я заработала. Так, и давайте посмотрим NASDAQ. Значит, вот, интердей отработались перед выходными. Я порекомендовала зафиксировать 50% позиции, 100% перевесив безубыток. И оставшаяся часть позиции у меня закрыта в закрытом моем канале по безубытку. Это что касается покупок фондовых индексов NASDAQ и Nikkei. То есть часть позиции зафиксировали в профите, потому что локально у нас краткосрочная отработка произошла. Оставшуюся часть позиции закрыли по безубытку, произошел выход по безубытку. И больше не перезаходило. Почему? Да потому что у нас сейчас рынок в движении. Рынок показал шартовые импульсы, то есть импульсы в обратную сторону. Но по NASDAQ уже можно присмотреться к торговому моменту. То есть Nikkei пока ничего, а NASDAQ пока уже можно каким-то образом здесь увидеть подтверждение продаж. Потому что у нас четверг-пятница, и это две внутренние консолиционные дневочки, которые подтверждают вот это перекрытие. Перекрытие чего? Предыдущего роста. И таким образом подтверждается свежее потенциально защитное шартовое движение, которое произошло у нас по NASDAQ 20 июля. Шартовая информация есть. Все это я сегодня озвучила в первом блоке сегодняшнего обзора. Кому интересно, посмотрите там, где торговые идеи свежие для вас. Поэтому NASDAQ – это интересная картинка для дальнейших продаж. Так, значит, просмотрели, ребята, второй блок сегодняшнего обзора. Это предыдущие мои торговые рекомендации. Сами видите, как отрабатывает рынок торговые информации. Те торговые информации, которые я понимаю, которые я для вас отбираю, соответствуются с моей авторской торговой стратегией защитный трейдинг. Публичные идеи вы получаете. Больше торговых сигналов, больше торговых идей в моем закрытом канале Вип Мария Кухта. В закрытом канале бывает так, что не подтверждаются какие-то идеи, я просто-напросто не даю торговые сигналы. То есть мне нужно ждать уже локального подтверждения для того, чтобы действительно порекомендовать подписчикам торговать тот или иной инструмент. Есть паттерн, есть формация, есть подтверждение, есть точка входа. Ну тогда да, пожалуйста, получайте. В закрытом канале получается торговый сигнал. Теперь давайте переходить к третьему блоку сегодняшнего обзора. А третий блок у нас, как всегда, это моя работа в закрытом Вип-канале, в Телеграме Вип Мария Кухта на прошлой торговой неделе. Ребят, еще раз, публично я вам показываю свою работу в закрытом канале. Не постфактум, вы все это можете видеть. Почему не постфактум? Потому что многие из этих идей вы получаете публично в обзорах. Не только в обзорах, которые выходят по выходным, но также и время от времени я записываю обзоры. В середине недели, в середине торговой недели для вас публичные, но в закрытом канале регулярно информация от меня, фактически ежедневно информация от меня по рынкам, по основным финансовым инструментам. И давайте смотреть, какие же торговые сигналы получали от меня дополнительно, кроме публичных идей, дополнительно получали подписчики моего закрытого канала в телеграмме VIP Мария Кухта. Так, понедельник, 31 июля, сигнал, USDCAD, сопровождение. Значит, удерживаем покупку, сигнал был еще ранее. Посмотрите, это торговый сигнал, значит, на покупку по USDCAD. Кстати, публично я вам тоже рекомендовала покупать данную валютную пару, но чуть раньше. Даже можем посмотреть это видео. Значит, вот здесь USDCAD, торговая идея, здесь покупка. Если вы смотрели, если вы воспользовались замечательно, вы могли заработать. Потому что сейчас посмотрим, где у нас USDCAD на текущий момент. Ну, давайте сначала пройдемся по закрытому каналу. Так, дальше. Сопровождение. То есть мы удерживаем покупку по USDCAD, стоп, переводим без убыток. Да, дальше вот сигнал Nikkei. Фиксируем 30% позиции. Это то, о чем я сегодня вам говорила, что в закрытом канале я еще ранее рекомендовала покупать Nikkei. И вот где я уже зафиксировала часть позиции на покупку, стоп, без убыток. Так, оставшаяся часть позиции у меня зафиксирована по без убытку. Так, натуральный газ. Тоже вот пытались, пытались лонговать. Я все-таки считала, что у нас сохраняется вот это потенциально защитное лонговое движение, коррекция. И после локальной реакции на поддержку 2.573 можно было, я посчитала уже достаточно у нас информации для того, чтобы покупать натуральный газ. Ну, нет, натуральный газ у меня не сработал пока, но это пока локально. Там дальше буду смотреть. Пока еще отмены крупного лонгового сценария нет. Но в любом случае будет хорошая какая-то картинка подтвержденная. Я обязательно напишу подписчикам в закрытом канале и их проинформирую об этом. Так, смотрите, по новоизландскому доллару еще я рекомендовала шортить. Здесь был шортовый паттерн, все хорошо. В принципе, никаких у нас особых каких-то предпосылок в обратную сторону у нас не было. То есть все по правилам, все по паттернам. Здесь шортовая формация в рамках моей авторской торговой стратегии защитный трендинг. Но единственная моя ошибка поставила слишком короткий стоп, ребят. Да, стопы нужно ставить правильные. Стопы нужно ставить такие, которые будут нас защищать, нашу торговую сделку. И вот как раз вот эта ситуация с НДСД и ЮСД это пример того, как иногда рынок еще может добирать торговую позицию и выносить короткие стопы. Посмотрите торговый сигнал, где я давала. И сейчас мы с вами посмотрим, где сейчас находится Новозеландский доллар, чтобы вы увидели, как отрабатывает рынок мой торговый формат. Видите, вот эта продажа меня прям вот фактически спредом вынесла. Я по 0.6225 ставила стоп-лосс. Если бы чуть-чуть повыше поставила, по 30, то была бы в рынке. Но по 25 стоп-лосс не поставила даже за максимум вот этой коррекции. Поэтому рынок еще в данном случае решил донабрать торговую позицию. Но отработка произошла шикарная, ребят. Но на самом деле паттерн отработался. Никаких вопросов у меня к этой сделке нет. Замечательный шорт, подтвержденный шорт, подтвержденный паттерн. Никаких предпосылок здесь для роста не было. Закономерные продажи, которые подтверждены одной из моих торговых шортовых формаций. И соответствующая отработка рынка. Да, но чуть-чуть ошиблась со стопом. Поэтому в данной ситуации, в данном случае у меня сделка была закрыта по стопу. Так, это сопровождение по криптовалютному рынку. Мы чуть позже в крипте перейдем. Витя по новозландскому доллару написала, что не сработало локально. Use the cut. Вот та покупочка, которую я вам только что показывала, которую мы сопровождали еще в понедельник. Это выход по безубытку. Но сразу же после этого я написала, что по use the cut мы перезаходим. Вот сигнал use the cut long, перезаход на покупку. Вышли по безубытку по предыдущему лонгу и перезашли на покупку. Написала ситуацию, расписала по use the cut для подписчиков закрытого канала. Вот где у меня была покупочка. Видите, где торговый сигнал? В лонг по use the cut. И давайте сейчас с вами посмотрим, где находится данный инструмент, где находится на текущий момент данная валютная пара. Посмотрите, что сделала данная валютная пара. Где покупка? Вот сигнал в закрытом канале. Давайте еще раз посмотрим. Понедельник, 31 июля. Сигнал на покупку use the cut в закрытом канале. И посмотрите, отработка. Вот, пожалуйста, до сопротивления в районе 1.3385 мы добили. Как я и прогнозировала, здесь шикарный лонговый паттерн. Самый достаточный лонговый паттерн был, который был защищен лонговым импульсом от 14 июля. По отверждению в виде правильной комбинации дневочек. Да, чуть-чуть добирали торговую позицию, но это в рамках паттерна. Это в рамках формации. Это нормально, когда рынок еще добирает торговую позицию. Это может быть 4-5 дней консолидации, либо коррекция с перекрытием. Это может быть больше, это может быть 2 недели. Все зависит от рынка. Наша задача максимально использовать ту информацию, которую мы с вами видим на графике, и ее, скажем, торговать, анализировать сначала, а потом отторговывать. Если есть информация, мы ее можем использовать для себя в своем анализе, в своей торговле. Дальше. Смотрите. Значит, 1 августа, вторник, сопровождение по ее декаду, когда мы уже растем. Видите, уже начался рост. Чуть-чуть подвинула стоп, чуть-чуть повыше поставила. Так, сигнал Nikkei, сопровождение. Потом натуральный газ, тоже сопровождение. NASDAQ, сопровождение. Так, эфир у меня еще не сработал, но это еще сигнал с предыдущей, с предыдущей торговой недели, с той, что позапрошлая. Покупала эфир, но больше не перезаходила. Так, среднесрочный трейдинг. Посмотрите, нефть марки Brent, еще очередная фиксация прибыли. Смотрите, где я покупала нефть. Сейчас вам покажу торговый сигнал на покупочку. И потом частичная фиксация. Это один из принципов, которые я использую в своей торговле. Значит, один из принципов сопровождения торговой своей позиции. И давайте посмотрим, вот нефть, как я сопровождала торговую позицию, и где непосредственно торговая идея на покупку нефти. Сейчас я вам покажу. Вот, нефть 19 июля. Видите? Лонг выше откатного уровня 78 секущих, либо после локального донабора позиции. Какие цели тоже написала. Вот нефть Brent и дальше, дальше, ребят, сопровождение нефти. И очередная фиксация. Видите, сколько удерживают сделку. Ну, это среднесрочный трейдинг. Это если рынок хорошо идет, если рынок дает возможность зарабатывать. Я эту возможность не упускаю, этим воспользуюсь и даю своим подписчикам соответствующие торговые рекомендации в закрытом канале. Так, это у меня еще BNB, где я покупала, но потом там локально мы отработались по BNB на покупочку, но потом я вышла по безубытку по этому сигналу. Вот сейчас посмотрим. Так, шиба. Удерживаем лонг, сопровождение, вот где покупала шибу. Я вам в публичном канале несколько раз тоже, значит, дублировала эту покупку. Вы видели, кто подписан на мой публичный. Телеграм-канал Мария Кухта Трайдер. Вы видели, где я покупала шибу, торговый сигнал на покупочку. Так, сигнал дочь. Еще удерживаем 50% позиции стоп-лосс без убытка. Смотрите, где покупка по дочь, где фиксация. Дочь еще у меня 50% позиции в рынке. Можем посмотреть, и это торговый сигнал на покупку. Так, вот дочь лонг, видите, торговый сигнал где был. И давайте посмотрим дочь коин сейчас на текущий момент. Кому интересно, посмотрим график дочь коина. Что делает данный инструмент сегодня? Вот где была покупка, видите, вот эта отработка. Сейчас мы еще пока на этапе до набора, следующего до набора торговой позиции. Но посмотрим, возможно, сделаем лонговое перекрытие в виде самодостаточного лонгового паттерна и уйдем дальше наверх, а возможно, уйдем дальше вниз, и оставшуюся часть позиции у меня будет закрыта по без убытка. Но, тем не менее, первый импульс я зафиксировала. Я здесь 50% позиции зафиксировала в своем закрытом канале. И стоп-лосс перевела в без убыток, и продолжаю дальше удерживать покупку. Так, NZD. Это я написала по поводу стопа, но чтобы мои подписчики понимали, что действительно анализ правильный, потому что у меня в закрытом канале не только подписчики, но и мои ученики, которые смотрят, как я даю торговые сигналы, как я отбираю торговые паттерны. Почему? Потому что я всех своих учеников добавляю на полгода сначала обучения, на полгода бесплатно в свой закрытый телеграм-канал «Виббария Кухта». Торговые сигналы, торговые рекомендации от меня, торговая аналитика. Те паттерны, которые я отбираю, они могут видеть, они могут анализировать, они могут мне в личку задавать вопросы, есть ли какие-то вопросы. То есть таким образом я работаю со своими учениками, чтобы максимально на практике показать, как работает моя торговая стратегия защитный трейдинг. И они сами в этом могут убедиться. Ну и плюс они могут использовать мои торговые рекомендации, свои торговли, своем анализе. Так, вот где я по USDCAD зафиксировала 30% позиций на покупочку. Видите, где сигнал на покупку, где частичная фиксация. Давайте дальше смотреть. Вот NASDAQ по безубытку, по натуральному газу написала за отмену сценария пока, локальную Nikkei по безубытку. Оставшуюся часть позиций там зафиксировала, часть по безубытку точно так же, как и Nikkei. Канадец, еще 20% позиций зафиксируем. Вот где покупка, еще фиксация. Видите, ребят, как я работаю в закрытом канале. BNB написала, что выходим пока в ноль, и по биткоину сигнал в шорт. Ребят, кто подписан на мои открытые ресурсы, я имею в виду телеграмм Марии Кухтотрейдер, вы видели, давайте сейчас посмотрим, вы видели, что я эту торговую рекомендацию продублировала в открытом своем телеграмм-канале Марии Кухтотрейдер. Я имею в виду торговую рекомендацию в шорт по биткоину. Посмотрите, я вам показала еще вчера, вот 5 августа, этот торговый сигнал на продажу. И, в принципе, на тот момент мы находились чуть-чуть в локальном профите. Но, тем не менее, если посмотреть глобально, то ситуация та же, ситуация сохранялась, ценовая зона фактически та же у нас была, поэтому вы могли воспользоваться и тоже открыть продажи по биткоину. Так же, как и мои подписчики закрытого канала, которые сейчас удерживают шорты по криптовалюте биткоина. Так, в пятницу написала апдейт по инструментам, по рынкам, что я вижу в закрытом канале. Так, шиба, ребят, ну у меня еще шиба. Покупка висела. Смотрите, где была покупка, где первая фиксация, где вторая фиксация. Видите, как я работаю с инструментом. То есть я даю рынку, рынку отрабатывать торговые паттерны. Есть несколько способов фиксации, и один из этих способов, которые я использую, это сопровождение торговой позиции и частичная фиксация прибыли. Обязательные условия. Почему? Потому что если будут ставить технические тейки, то очень часто я могу вот такие движения пропускать. Да, у нас вот первый импульс пошел, еще один импульс пошел. Здесь была первая фиксация на первом импульсе и вторая фиксация на втором импульсе. И сейчас я вам покажу, где у нас пошел третий импульс по шибе и где я зафиксировала уже оставшуюся часть позиции на покупочку. Так, биткоин, сопровождение, удерживаем продажи. Вот, посмотрите, шиба. Фиксируем оставшиеся 30% позиции на покупку. Видите, какая у нас отработка. То есть раз импульс, здесь два импульса был в моменте, который показывал интердей локальную отработку лангов. И в тот же день у нас пошел такой локальный памп, хороший импульс наверх, выстроенный наверх по данным инструментам, где я зафиксировала оставшиеся 30% позиции на покупку. Таким образом работаю с инструментами, с рынками. Это пример по крипте, но тот же принцип я показываю и на других любых рынках. Вот, к примеру, нефть. Я только что вам показывала, как среднесрочно нефть удерживаю на покупочку. И это вся моя работа в закрытом канале Вип Мария Кухта за последнюю торговую неделю. Ребята, я все это вам показываю, я все это вам публично показываю. В тех обзорах, которые я записываю на выходных, вы можете видеть, каким образом я работаю в закрытом канале, каким образом я работаю публично, потому что я тоже анализирую свои публичные рекомендации, которые вы получали от меня не постфактум, которые вы получали от меня в предыдущих публичных обзорах. Если, допустим, так случается, что не сработала идея, да, ну, каким-то образом идея, допустим, либо еще рынок решил донабрать торговую позицию, либо каким-то образом еще у нас произошел альтернативный вариант, то есть отмена сценария, да, ну, я об этом говорю, что в этом случае получили убыток. Но вы сами видите, какой у меня высокий процент отработки тех торговых рекомендаций, которые я даю как публично, так и в закрытом канале. Ребят, я напомню, что все торговые идеи я для вас отбираю по своей авторской торговой стратегии защитный трейдинг. Защитный трейдинг – это моя торговая стратегия. Почему защитный? Потому что защита – это определяющий элемент каждого паттерна. Нет защиты, нет сделки априори. То есть вы должны это понимать, потому что мы с вами должны на рынке чем-то защищаться, не просто на авось открывать какие-то торговые позиции, а чем-то быть защищены. Так вот, если эта защита потом подтверждается в виде правильной комбинации на дневном таймфрейме, вот тогда у нас и происходит торговая ситуация, рисуется торговая ситуация, которая дает возможность открыть сделки и на этом, соответственно, зарабатывать. Поэтому, ребят, еще раз, если вам импонирует мой подход к анализу рынков, если вам импонирует мой подход к анализу графиков, если вы желаете получать от меня торговые сигналы, то вы можете подписаться на мой закрытый телеграм-канал Вип Мария Кухта и быть всегда в курсе основных изменений, ну, во-первых, изменений, которые у нас происходят на рынках. Во-вторых, быть всегда в курсе точек входа, когда есть на рынке. Если нет точек входа, я об этом тоже информирую, говорю, что, ну, ребят, пока нет точек входа, пока еще будем ждать, да, пока еще нужно подождать хотя бы день-два для того, чтобы рынок каким-то образом подтвердил ту или иную ситуацию. И когда уже подтверждение произойдет, тогда будем торговать. Плюс в закрытом канале вы получаете сигналы со стопом, то есть куда нужно выставлять стопы, всегда я показываю либо графично, либо пишу в виде ценовой отметки стопа. И плюс сопровождение торговых позиций, сопровождение торговых сигналов, когда частично фиксировать позицию, когда стоплость перевести без убыток, когда произошла отмена в сценарии, когда вышли по без убытку. Все это я опишу в закрытом канале. Но если вы хотите научиться также понимать рынок, если вы хотите поработать со мной индивидуально, вы можете записаться на мои индивидуальные курсы обучения. Ребят, защитный трейдинг, моя торговая стратегия, индивидуальное обучение по моей авторской торговой стратегии. Мы будем с вами учиться понимать рынок, учиться искать торговые паттерны, как лонговые, так и шортовые. Я сакцентирую внимание не только на торговых паттернах, но и на основных нюансах отбора этих паттернов. Когда у нас еще происходит какая-то дополнительная информация на рынке, когда еще нужно подождать. То есть не просто там сразу увидели какую-то ситуацию, там все торгуем. Нет, возможно, еще иногда нужно подождать для более четкого подтверждения той или иной ситуации, только тогда уже работать с этим инструментом. Все это рассказываю на индивидуальных курсах обучения. Если интересует, обращайтесь в личку, пишите в телеграме желательно. Можете также и в мессенджер писать, но в телеграме, как правило, отвечаю максимально быстро. Собака Мария Кухта. Есть контакты мои под видео. Пишите в телеграме по всем вопросам подписки на закрытый канал и по всем вопросам обучения. Также скажу, что если будете проходить у меня индивидуальные курсы обучения, то полгода бесплатной подписки на мой закрытый телеграм-канал, веб-мария Кухта канал сигналов, вы получаете как бонус. Почему? Потому что я хочу, чтобы вы поняли принцип работы моей стратегии, принцип работы моих торговых паттернов, чтобы вы сами убедились, что стратегия рабочая. И плюс, чтобы вы могли на этом заработать, потому что если будете торговать по моим торговым сигналам, если будете обязательно соблюдать риски и контролировать свои психологические моменты, то вы будете в хорошем профите. Ну что ж, ребят, у меня на сегодня все. Если вам понравился сегодняшний обзор, поставьте, пожалуйста, лайк. Не забывайте подписаться на мои открытые ресурсы. Это YouTube-канал Мария Кухта Трейдер, где вы будете регулярно получать от меня видеообзоры с торговыми идеями, с разбором моих предыдущих торговых идей, с торговыми рекомендациями, с анализом рынка, а также обучающий контент. Все это будете получать, если подпишетесь на YouTube-канал Мария Кухта Трейдер. Не забывайте подписываться на мой открытый телеграм-канал Мария Кухта Трейдер. В телеграме, ребят, здесь дублируются видео мои. Здесь я показываю работу в закрытом канале. Здесь иногда вы будете получать от меня торговые идеи. Вот как по биткоину на продажу. Кто подписан на мои открытые телеграм-ресурсы, это телеграм-канал Мария Кухта Трейдер, вы видели, что я в закрытом канале удерживаю продажи по биткоину. И вы тоже можете воспользоваться этой рекомендацией и зашортить биткоин. Подписывайтесь на мой открытый телеграм-канал и будете получать как время от времени торговые рекомендации, так и апдейты предыдущих торговых рекомендаций. Но сразу скажу, что не всегда не все инструменты будут затронуты в открытом телеграм-канале. Почему? Потому что основная работа ведется в моем закрытом телеграм-канале Вип Мария Кухта. И если интересуют торговые сигналы, обязательно подписывайтесь и всегда тогда будете в курсе как актуальных торговых сигналов, так и изменений, так и апдейтов по рынкам. Все это получается в закрытом телеграм-канале Вип Мария Кухта. Ну что ж, ребят, всем спасибо за просмотр. Если видео понравилось, не забывайте поставить лайк. Буду благодарна за ваши отзывы, за ваши реакции. Если есть какие-то вопросы, задавайте в комментариях, пишите. Я напомню, что вы в комментариях можете писать стикеры тех инструментов, которые вас интересуют. Если желаете, чтобы я рассмотрела эти инструменты, я обязательно рассмотрю на следующий раз. То есть проанализируйте инструменты, в которых вы сидите, допустим, либо которые вам интересны, которые вы торгуете, и разберу на своем следующем обзоре. Либо же в виде отдельного поста в своем открытом телеграм-канале Марии Кухта Трейдер вы получите ответ на свой вопрос. Еще раз, ребят, благодарна за предыдущие комментарии ваши, за ваши отзывы, реакции. Для меня это очень ценно. Буду благодарна, если поделитесь моим видео в фейсбуке, либо публично в открытых ваших ресурсах. Если видео понравилось, ставьте лайки. Всем хорошего дня, ребят. Прибыльной торговли. И до скорой встречи. Субтитры сделал DimaTorzok